Результат расстроил. Я думаю, что не Локомотив сегодня выиграл, а Факел сегодня проиграл, потому что мы создавали моменты, Локомотив создавал. И туда, и туда была острота. Понятно, что Локомотив вначале имел преимущество. Команда хорошая, команда агрессивная, но второй тайм полностью был за нами. Мы забрали владение, забрали инициативу, заставил Локомотив играть несосимый футбол. И, к сожалению, две вынужденные ошибки наши привели к такому результату. Ваши вопросы, пожалуйста. Добрый вечер. Но сегодня Факел на ничью не играл на 100%. Все с этим, я думаю, согласятся. Вот вы расскажите, все-таки были сегодня поставлены два пенальти. Как вот тренер реагирует? Все-таки существует, раньше, понимаете, вот когда не был вар, в свое время существовал такой дух, как и все-таки вот так вот отдавать победу в другой команде, сразу судьи не решались. Сейчас такое управляет с вами? Ну, я, мое мнение, оно такое, если есть нарушение, то оно справедливое, то надо назначать пенальти. И правильно вы сказали, сегодня мы точно не должны были проиграть, тем более именно в концовке, именно в такой ситуации. Мы достойно играли и старались в комбинационном футбол играть. И не надо, конечно, забывать, что Локомотив это на данный момент одна из лучших команд в России. Команда быстрая, агрессивная, умеющая атаковать. Посмотрите, какие игроки на замене сидят. И тем ценнее то, что мы сегодня не боялись играть в футбол, мы не отбивались. Да, был эпизод, когда нас Локомотив заставил, вынудил немножко играть в несущественный футбол. Но если брать глобально, то нормальный матч мы провели, достойные не должны были проиграть. Ну и у меня второй вопрос. Ну трудно играть с командами из первой шестерки, понятно. Вы СССР взяли очко, сегодня были близки еще к очку. Но почему с Хинками это такая проблема? Когда надо набирать очки, объяснить с такими командами? У нас не было проблем с Хинками дома. Мы очень хороший матч провели. И по статистике все было в нашу пользу. Единственное, что так толпы эпизодов, судьей, кстати, до сих пор, я не знаю, вердикт вынесли по нашему матчу или нет. Не хочу это обсуждать на самом деле. С Хинками мы заслужили победы и добились. Я считаю, что у нас ее отняли. Сегодняшний матч, мы реально претендовали на то, чтобы выиграть. Мы об этом хотели. Мы понимали, что Локомотив, играющий с 2 на 3, через 3 на 4, там чемпионат, кубок, чемпионат, будет не столь, наверное, ярок в концовке матча. В принципе, наш план работал до 85-й минуты или какой-то, когда на пенальти просто. Вот. Поэтому я, в принципе, не очень расстроен, как мы сегодня играли, но результат меня, честно говоря, ну, так знаете, очень сильно расстроил. В общем, понравилась ваша коммуникация с командой, особенно в списке с Кири, вы, походу, там, снимете на поле, перековариваете, бегу там, все. И, Танин, на чем они нужны ваши? То есть, замены произведены, я получили ли вам? Программентируйте, пожалуйста, эти замены. Обновить бонус в середине поля, как раз капитана, лидеры, в списке с Кири убрали. Чем связано? Он тут устал? Связано это было с тем, что мы хотели добавить динамики, о чем я выше сказал, что все-таки Локомотив играл 3 матча в короткий промежуток с минимальной ротацией. А мы хотели за счет замен просто дать свежести в игру, дать скорости. И выпустили Евгения Маркова, человек, который имеет высокое мастерство индивидуально. И мы старались оказать давление на соперника в эти моменты. То, что Ираклия, мы поменяли, потому что Ираклий выложился без остатка, да, у него наверняка были еще силы и желания играть, но мы так решили и, в принципе, все сработало. Я же говорю, что очень неприятный осадок. Мы по дистанции правильно работали, понимали, где будет инициатива Локомотива, как мы будем стратегически играть. И команда верила в то, что она делает. Если вы посмотрите второй тайм, то мы, скажем так, не дали Локомотиву играть в тот футбол, который он хочет. Но, к сожалению, сами не выжили Максик. Я считаю, что замены были правильные, и они повлияли на ход матча. И второй вопрос по поводу этого телефона. Что там произошло, которое выложили? Откуда он взялся? Я сам не понял, я думаю, что это судья, он ему забыл с кармана выложить телефон. И он у него выпил? Наверное. И это мое мнение, могу ошибиться, но больше ему неоткуда было там взяться. К мальчику, которого в этой команде находили? А, мальчику. Я думаю, что судья. Спасибо. Скажите, у вас сегодня не было в составе основного центрального защитника Игоря Юрганова, который довольно мощный. Я не скажу, что в чем-то Файл проиграл, да, в защите. Но вы его не поставили, потому что все-таки Локомотив не высокого роста и более быстрый. И какие игроки из-за этого? Да, да, совершенно верно. Потому что мы хотим высоко поднимать свою линию обороны. И как раз-таки Локомотив самая бегущая в атаку командор Чемпионата России после перехвата мяча. И нам нужна была скорость. И у нас достаточно скоростные все три центральных защитника сегодня. Именно с этим и связано то, что Игорь сегодня остался в запасе. Хотя, правильно сказали, у него есть мастерство. Он достаточно уверенно проводил матчи, в которых он принимал участие. конкуренция, и плавно игру только это. Еще вопросы? Есть вопросы? Больше нету. Да, я поблагодарить хотел армию болельщиков наших преданных, которые приехали и от Агнистова нас поддерживали. Сегодня они, наверное, по уровню своего боления были чуть выше, чем качество нашей игры. Ну и прекрасная установка на стадионе Локомотив. Всегда приятно сюда приезжать. Единственное, что хотелось бы отсюда уезжать с очками. Спасибо. Спасибо.